Представители крупнейших предприятий Чуваши и Мариэл обсудили актуальные вопросы промышленной безопасности. Это ключевая тема семинара, который проходит на Химпроме. Несчастные случаи на производствах становятся поводом внедрять новые требования и правила. Разобраться в них помогли специалисты надзорного ведомства. Подробности в следующем материале. Газоспасатели, подразделения химзащиты, медики и пожарные. Оперативные службы предприятия построены для проведения учебной тревоги. Ее легенда – утечка хлора в одном из цехов. Такие тренировки на Химпроме проводят часто, чтобы свести все ошибки к нулю и не допустить серьезного ЧП. Вопросам промышленной безопасности и химического комплекса в стране уделяют повышенное внимание. За последние годы было пересмотрено множество норм и правил. Участникам семинара помогают сориентироваться в новшествах. Я беру тезис на веру, что правила, они все написаны в тройку. Верю в то, что все это конкретные случаи и конкретные корректировки из-за конкретных ситуаций. Поэтому, как и все в жизни меняется, такие встречи, наверное, будут очень полезны. Наш интерес к нам безопасности совершенно не праздный. Стараемся, как можно все-таки больше уделять внимание нашим сотрудникам вопросам о безопасности. В качестве лекторов семинара специалисты Приволжского управления Ростехнадзора. Ведомстве отмечают, что далеко не все предприятия применяют правила промышленной безопасности грамотно. Существует такой расхожий лозунг «безопасность не терпит компромиссов». Частенько это произносится как лозунг. Мне бы очень хотелось, чтобы эта фраза стала девизом предприятия, которое называется «Химпром». Семинар наш сейчас важен в том смысле, чтобы компромисс понимать именно так, как говорят об этом правила. То есть четко следовать правилам, федеральным нормам, правилам безопасности. Сейчас очень актуально стоят вопросы для предприятия лицензирования, экспертизы промышленной безопасности. Очень серьезный тренд в сторону обдавления основных фондов. Только на «Химпроме» ежегодные затраты на обеспечение промышленной безопасности превышают 400 миллионов рублей. Кроме этого, на предприятии продолжают модернизировать цеха и оборудование. Программа обширная, рассчитана на три года. И мы надеемся, что в течение трех лет предписания, которые имеются на «Химпроме», уйдут в небытие. Предварительная сумма, которая требуется именно на все эти процессы, рассчитана в количестве двух половинных миллиардов рублей. Семинар будет проходить на протяжении двух дней. Он должен помочь представителям предприятий повысить безопасность на производстве. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.